30 тысяч лет назад человек и собаки впервые вышли на совместную охоту. Я только беру ружьё, собаки к нему садятся и не отходят от него. Как говорится, голова немножко начинает отлетать. Терем время, хозяин! Лапы чешутся! Всё, вперёд! Давай, 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 давай! После изобретения огнестрельного оружия и начала его использования на охоте, многие предрекали, что собаки утратят своё былое значение. Но и по сей день охотники не обходятся без помощников, хотя и располагают самыми современными моделями ружей. Вот они нашли лёжку, это была лёжка куропатки. Они и сейчас продолжают носом тыкаться, ну, потому что, как бы, достаточно свежий след. Сейчас попробуем понять, куда они сместились. Собаки нам в помощь, я думаю, что должны найти. Давай, хозяин, скорее на охоту! Тут они хвостом клянусь! Лишнего не болтай, мелкий. У нас с тобой и так уже хвосты обрезаны. Оно как пусто будет. Свой хвост резать не дам. Ещё чего. Это Гай и Арт. Русские охотничьи испаниели. Сегодня в их жизни, а также их хозяина и друга Евгения Рыбакина, важный день. Эта команда должна показать нам, что даже вокруг мегаполисов, возможно, азартная, а главное, добычливая охота с собакой. Перед Артем и Гаем стоит сложная задача. На карту поставлена их охотничья честь. Видите, прям аж эта тряска начинается. Это именно не от того, что они отходят. Сидеть! А от того, что они уже готовы работать. Они поняли, что мы приехали на охоту. Поняли, поняли, пошли уж. Сил больше нет. Конечно, поняли. Уж не совсем тупые. Ты б молодого охолонил, а то и так перед охотой волнуюсь. И он ещё тут мельчешит. Незаурядность этих собак очевидна. Ни человек, ни какая-либо современная машина не способны сделать для охотника то, что делают они. 300 миллионов обонятельных рецепторов позволяют им улавливать тончайшие нюансы запахов. То есть, если он её причит, он её поднимет. Спутники охотника. В этой программе мы расскажем, почему собаки стали самыми важными животными для людей. Они помогли нам выжить, выручая и поддерживая древнего человека на охоте, охраняя его хрупкий быт, даря радость общения. Спустя многие тысячелетия эти древнейшие из-за домашненных животных по-прежнему с нами и по-прежнему на охоте. Они приспособились к совместному существованию с человеком, но используют те же навыки, что и их дикие сородичи. Сегодня мы покажем мир таким, каким его видят собаки. Мы раскроем секрет их сенсорных способностей. А также вы узнаете, как испанская собака превратилась в русскую. Охота со спаниелями в Подмосковье. Здравствуйте, меня зовут Евгений Рыбакин. Охотник, охочусь с двумя спаниелями. Это гай, это арт, русский охотничий спаниель. Охотимся на все виды пернатых, которые существуют в нашей средней полосе. То есть это коростель, перепел, куропатка, утка, черок, дупель, бекас, горшнеп, вальшнеп. То есть практически по всем видам пернатой дичи они у меня обучены и являются постоянными моими спутниками на охоте. Что касается того, как они себя дома ведут, дома их практически незаметно. То есть они лежат на своих местах. В тот момент, когда мы не на охоте, они просто хорошие друзья в семье. То есть собаки-компаньоны. То есть когда мы на охоте, это мои верные помощники, без которых я охоту на птицу, в принципе, уже не мыслю. Рядом с мегаполисами охотникам нынче особо не развернуться. Все вокруг плотно застроено городами-спутниками и дачными поселками. Те времена, когда московские и петербургские помещики шиковали, охотясь с подружейными собаками на красную дичь, канули в лету. Но тем не менее, охота сохранилась и тут. Правда, сейчас для владельцев подружейных собак в массовом доступе, наверное, только вальшнеп на тяге, летняя осенняя утка, дупель, да бекас только по случаю. Впрочем, встречается местами еще куропатка, где ее не вытеснили сельхозпроизводители, складские комплексы и многочисленные СНТ, дубки и березки. Охота на пернатую дичь у нас, в принципе, возможно до самого конца года. Норма добычи на такой охоте не превышает пары штук. При затратах взносы плюс путевка, плюс накладные расходы, говорить об экономической выгоде предприятия даже как-то странно. Но владельцы подружейных собак готовы на любые материальные и иные жертвы, чтобы доставить радость охоты своим четвероногим друзьям. Ну и себе, разумеется. Снег, снег, снег! Вот уж свезло мне. Поваляться в снегу это покруче, чем колбасу со стола дырить. Как есть в снегу валяться одно удовольствие. Маловато снегу только, маловато. А то я бы прям весь в него залез, прям с ушами и хвостом. Старичок-то наш совсем того. Вот этот снег его принимает как. Погода выдалась что надо. Небольшой морозец. Иногда сквозь серое небо проступает солнце, ярко окрашивая спящий зимний натюрморт. Наши герои освоились, размялись и готовы приступить к охоте по команде хозяина. Я бы не сказал, что это более азартный. Просто есть определенные проблемы у Гая со здоровьем. То есть в силу этого он, скажем так, быстрее устает. То есть в азарте, я думаю, у них разницы нет. Трясутся не от холода, трясутся от того, что уже готовы работать. Вот они, видите, у них прям аж тряска начинается. Это именно не от того, что они от холода... Сидеть! А от того, что они уже готовы работать, они поняли, что мы приехали на охоту. Все, вперед! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Сразу видно, что спаниэли целесообразно используют на небольших расстояниях, чтобы отработанная и поднятая дичь находилась от охотника на дистанции верного выстрела. То есть в 20-30 шагах. Поиск на небольшом расстоянии от ведущего – врожденная черта спаниэли. Вот они нашли лёжку, это была лёжка куропатки, то есть, ну вот, где она лежала, да. Также вот здесь вот. То есть, они не зря здесь сейчас пылесосят, но их сейчас здесь нет уже, иначе они бы слетели бы, да. Но они здесь точно ночью были. Не зря они бросились, как бы, в этот момент, то есть. Они и сейчас продолжают носом тыкаться, ну, потому что, как бы, достаточно свежий след. Сейчас попробуем понять, куда они сместились. Ну, вот, собаки нам в помощь. Я думаю, что должны найти, но охота есть охота. Так-так-так, где-то что-то совсем близко. Запах так вообще горячий. Сейчас их поднажму и… Ты это того! Держи их, хозяин! Вот так называемые собаки начали пылесосить. Это значит, что здесь что-то было. Что было, пока непонятно. То есть, может быть, заяц, по которому они работают, может быть, птица. Он сбросил скорость и начинает осматривать именно это пространство, ну, на небольшой скорости, пытаясь поймать запах. Все, он понял, ну, понимает, что запах как бы ушел. Смотрит вдаль. Ну, то есть, пытаясь поднимать голову, то есть. Давай вперед! Вперед! Ай, хорошо! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! В кусты нам заходить смысла нет. Если, допустим, куропатка будет там, она поднимется, куда-то полетит, недалеко сядет, и мы уже будем видеть, где ее нам искать. Потому что собака, они бывают, сидят в кустах, то есть собака их, если что, оттуда выгонит, если она там ездит. Молодец! Все, молодец! Все, хорошо! Молодцы! Молодцы! Итак, первая куропатка добыта. Браво, Женя! И, конечно, собаки! Эй, что-то как-то нечестно даже. Мы тут по морозу, понимаешь, бегаем, стараемся. А похвалить за работу нормально нельзя, что ли? Молодец и все, маловато будет. Тут даже я с тобой, папаша, соглашусь. Мы ему куропаток, а он молодцы и пошел себе, как ни в чем не бывало. Спаниели считаются наиболее древней породой собак, используемых при охоте на мелкого зверя и птицу. До изобретения огнестрельного оружия в задачу Спаниели входило лишь выслеживание пернатой дичи. Далее охотники накрывали птицу сетями. Для такой охоты не требовалась крупная собака. И этому требованию Спаниель также отвечал. Но и после изобретения огнестрельного оружия Спаниели не утратили своей полезности. Они умели обследовать, буквально обшаривать даже самые густые заросли, буреловым, валежник, отыскивая добычу необыкновенно острым чутьем. В наследство от своих предков-хищников собакам досталось также неплохое зрение. Да, они не могут видеть в темноте, как кошачьи, но обладают превосходным восприятием движения. Это имело для их предков, древних псовых, жизненно важное значение, так как движущиеся объекты являются сигналами либо опасности, либо потенциальной добычи. В то время как неподвижные объекты вполне могут быть проигнорированы. Так собаки способны распознавать движущиеся объекты на расстоянии от 800 метров до километра, а неподвижные объекты на расстоянии вдвое меньшим. Так же, как и все хищники, собаки обладают бинокулярным зрением. Это способность обоих глаз работать вместе для оценки формы объекта и расстояния. Бинокулярное зрение позволяет совершать тонкие, скоординированные движения, прыжки, легко передвигаться. Тут правда, собачьи уступают кошачьим. Что касается цветов, то собаки видят многие из тех же оттенков, что и люди. Они видят синий, зеленовато-желтый и желтый, но не различают красный и оранжевый. Тем не менее, они лучше людей различают оттенки серого. И ночью могут видеть больше деталей, поскольку нуждаются в меньшем количестве света, чем мы. Но понимание того, как видит мир собака, требует от нас сначала признать тот факт, что здесь, вероятно, не совсем верно использовать понятие «видеть». Люди сфокусированы на зрительном восприятии, а собаки больше видят носом. Например, у охотничьих собак, которые работают чутьем. А это как раз в Паниеле. Нюх в 50-70 тысяч раз сильнее, чем у человека. Так что собаки, можно сказать, обладают запахоцентрической картиной мира. Ну, а наши друзья продолжают охоту. Чё, ты как думаешь, на новое место охоты едем или к машине? Да не, норм, не дрейфь, рановато домой. Ты-то как, не устал? Не дождёшься. А я чё-то есть захотел. Во-во, только о жратве и думаешь. Не заработал ещё не то, что на миску корма, а и на сухарик прошлогодний. Иди молча. Вперёд. Мы уже говорили, что день, проведённый на реальной охоте с собаками, вполне может заменить занятия в тренажёрном зале. Вот вам и наглядный пример. Наши герои незаметно оказались на одной из самых сложных для передвижения человека поверхностей. Это так называемый качкарник. Ходить по нему быстро практически невозможно. Наши четвероногие друзья передвигаются здесь довольно ловко. Со стороны кажется, что они не ведают усталости. Ну а ты охотник. Хочешь, не хочешь, а успевай за ними. Давай, 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 давай. Арти! Арти! Там посмотри! Арти! Хорошо! Ближе! Ну вообще, собак начинаем разгонять по весне, чтобы они к лету были готовы. Сейчас про вынослиность говорить сложно, потому что, ну, такой охоты основной уже нет. Немножко подсаживаются быстрее, чем летом. Кто выносливый, ну, наверное, младший по выносливее будет. Ну, хотя, в принципе, на одном уровне, потому что занимаемся, ну, одинаково. Обычно, если устают, ложатся около ног, когда я останавливаюсь. То есть сейчас пока желания такого у них нет. Ты что говоришь такое? Куда ложиться? Давай еще маленько прогуляемся. Вдруг чего? Короткий зимний день перевалил за половину, и солнце ушло. Но собаки еще работают. Азарт только добавляет им сил. Дай мне, дай я понесу! Отвянь, не заслужил еще. Ах так? Тогда ловкостью возьму. Никакого уважения, я ж тебя всему научил, а сейчас, значит, вот как. Наши трудяги подняли фазана, явно выпущенного какое-то время назад для коммерческой охоты, проведенной в этом месте. Это я, это я подал, я нашел! Нет, ты погляди, все он! А как же я? Совесть ты свою в клетке оставил! Родословная наших героев по сравнению с прочими охотничьими породами довольно древняя. По одной из версий, это название возникло после крестовых походов, где участвовали испанские рыцари, которых сопровождали небольшие веслоухие и крайне азартные охотничьи собаки. В дальнейшем те самые первоспаниели подарили миру порядка 15 различных пород. Нас сейчас интересует происхождение породы русский охотничий спаниель. Это довольно молодая порода, которая сформировалась только в середине прошлого века. Основу породы составили завезенные знатью в начале 20 века английские кокер и спрингер-спаниели. Охотники моментально оценили азарт этих собак, их активный характер и манеру работать без стойки, которая идеально подходила для охоты в сложном российском рельефе и зарослях. Единственным недостатком был рост. В 30-х годах в Ленинграде началась планомерная селекционная работа над породой, которая завершилась только после войны. В 1951 году окончательно сформировался фенотип породы, и русский охотничий спаниель был стандартизован. Сейчас это сильная, активная, настойчивая собака. Прекрасный домашний питомец и компаньон, преданный хозяину. Неутомимый охотник с тонким и дальним чутьем. Прекрасный пловец, который при нужде может и нырять. Идеален, как подружейная собака, особенно для работы в зарослях по вальшнепу или по дичи, склонный убегать. Такой, как фазан, коростель, перепел. Иди ко мне, я тебе колючку сниму. Гай, уйди. Аптик, кайсунай. Ну вот, как-то незаметно, и короткий охотничий день близится к окончанию. А наши герои, похоже, и не устали вовсе. Носится, как заводные игрушки. Только периодически вынуждены очищать свои лапы от ледышек между пальцами. Естественно, Женя прекрасно знает характер и особенности своих питомцев. И знает, когда ждать вылета птицы. Но, тем не менее, спаниели не дадут расслабиться. Надо все время быть готовым к выстрелу. С ними, как с легавыми, не постоишь, наблюдая за широким поиском. С испаниелями надо быть всегда в движении. Гай! Гай! Ай, молодец, хорошо, дай! Аня! Едите сейчас! Давай скорее! Хозяин, дай, дай мне ее! Сам знаешь, сезон заканчивается. Когда теперь доведется куропатку в пасте подержать? Ай, голова! Итак, дорогие друзья, охота в зимний период состоялась. Охота была по куропатке. Норма две добычи в день выполнена. Собаки отработали хорошо. На удивление, ко всему прочему, удалось добыть фазана, который сбежал с недавно состоявшейся коллективной охоты на фазанов, производимых в этих угодьях. Ну, как говорится, мелочь, а приятно. Охота с испаниелем может быть не такая красивая, как слегавый, работа без стоек, но по продуктивности и по добычливости точно не уступает. Всем удачных полей! Заводите собак! С собаками охота гораздо интереснее и интенсивнее и добычливее. Всем удачи на охотах! Вперед! Стоило собакам сблизиться с нашими предками, и отношения между ними радикально изменились. Мы доверились им в охоте и защите от посягательств на нашу жизнь и благополучие, в благодарность обеспечив их пищей и кровью. После каждой охоты, одно из самых неприятных для собак, это то, что их приходится после этого вычесывать. Очень много остается на шерсти колючек всевозможных. Для этого я использую три вида расчесок. То есть, первый – это для грубого колтунореза. Дальше берем фуминатор. Это мы вычесываем под шерсток. Ну, во-первых, это нужно делать постоянно, каждую неделю, в силу того, что живем мы в квартирах. Помимо того, что она сыпется по дому, именно этот под шерсток и дает неприятный запах от собак. Также есть еще третий инструмент. Это вот именно для того, чтобы вычесывать именно клещей. То есть, он не пропускает их абсолютно. То есть, он не чешет обычную шерсть, как тот, предыдущий наш. То есть, ну, вот таким вот движением. В данный момент он нам не нужен, так как мы понимаем, что клещей не было. Но в летний период он незаменим. В общем, каждый раз, когда приезжаем, собаку отмываем, очищаем и приводим в порядок. То есть, превращаем ее из охотничьей собаки в домашнюю. Когда ухожу на зверовую охоту, естественно, беру ружье. Ружье для них это святое. Начинают носиться в надежде на то, что их возьмут на охоту. Ну, на крупного зверя мы их не берем. Когда я возвращаюсь, они встречают такое ощущение, как будто не видели меня там два года, а не там несколько часов или день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова